Добрый день, уважаемые коллеги! Данная видеолекция посвящена тромбоэкстракции при остром ишемическом инсульте головного мозга. Наиболее частыми причинами острого ишемического инсульта являются тромбозы и эмболии. На сегодняшний день для лечения данного заболевания успешно применяются системные тромбоэкстракции и тромбоэкстракции с применением стентов-ретриверов и аспирационного метода. Также может применяться селективная тромбоэкстракция. И существует множество способов лечения, которые в данный момент находятся на стадии исследования. Это ультразвуковой тромболизис, применение антиагрегантов, электростимуляции колонебного ганглия и другие. В данной видеолекции будет представлено два клинических случая успешной тромбоктомии у пациенток старше 70 лет. О первой пациентке мы рассказали на нашем канале в предыдущем видео про тромбоэкстракцию при инсульте. Пациентка 89 лет, имела длительный ананас гипертонической болезни, постоянной формой фибрилляции предсердий. Она поступила для замены имплантированного электрокардиостимулятора в связи с истощением элемента питания. На четвертый день от его замены, после подъема артериального давления до 200 на 100 мм ртутного столба, у пациентки развились слабость мышц левой половины лица, девиация языка влево при высовывании, дизартрия, слабость мышц левой руки с силой 1 балл, паралич левой ноги, небольшое снижение сухожильных рефлексов с левых конечностей. На данном видеофрагменте мы видим значительный парайс левой руки. Пациентке в срочном порядке было приведено КТ головного мозга, результат которого представлен на слайде. Мы видим, что с обеих сторон в лобно-теменных областях перевентрикулярно определяется снижение плотности белого вещества головного мозга. Также отмечается слабовыраженное снижение плотности преимущественно белого вещества на уровне лобной доли справа. На уровне подкорковых структур справа имеются очаги слабо пониженной плотности. Ликварная система мозга расширена. При КТ ангиографии, результат которой не представлен, к сожалению, правая средняя мозговая артерия дистальнее сегмента М2 не контрастировалась. Отдельные ветви ее на этом уровне прослеживались. На уровне максимальных отделов прахиоцифальной артерии справа была обнаружена атеросклеротическая бляшка с сужением просвета менее 50%. На данном слайде представлен результат КТ перфузии головного мозга. Полушария мозга обозначены цифрами. Правая полушария цифра 1, левая цифра 2. В верхней таблице приведены средние показатели перфузии на уровне базальных ядер. Отмечается асимметрия показателей за счет снижения объема и скорости кровотока, то есть показатели в чок, внутричерепной объем крови, и МК, мозговой кровоток. А также отмечается увеличение времени прохождения крови в правой гемисфере, показатель СВП, то есть среднее время прохождения. При измерении показателей перфузии зона ишемии, которая обозначена зеленым цветом и называется зоной пенумбры, преобладает над зоной инфаркта, которая обозначена красным цветом на снимке КТ головного мозга. Таким образом, у пациентки имелась окклюзия сегмента М2 в среднем мозговой артерии справа с КТ-картины ОНМК в острейшей стадии по ишемическому типу в правой гемисфере большого мозга. Учитывая наличие обширной зоны пенумбры, выявленной окклюзии грубого неврологического дефицита, а также того факта, что от начала симптоматики прошло менее 6 часов, пациентке было показано проведение тромбоэкстракции в срочном порядке. Эндовоскулярная тромбоктомия проводилась в пациентке с использованием стента-ретривера и аспирационного метода. Была произведена пункция правой общей бедренной артерии по Сельдингеру. Была выполнена селективная катетерная ангиография, которая представлена на слайде под буквой А слева, с выявленной окклюзией сегмента М1 в правой среднем мозговой артерии красным крестиком обозначено место окклюзии. Затем была выполнена механическая реканализация окклюзии сегмента М1 в правой среднем мозговой артерии. Сегмента М2 и М3 был раскрыт стент-ретривер и выполнена тромбоэкстракция с получением фрагментов тромба. При промежуточной ангиографии кровоток не был восстановлен, снимок не представлен на слайде. Далее в тромботическом сегменте среднем мозговой артерии была выполнена вакуумная аспирация с получением макрофрагментов тромба. При контрольной ангиографии, результат которой справа под буквой B, отмечалось полное восстановление кровотока. Красная линия обозначена место восстановленного кровотока. На данном видеофрагменте пациентка спустя неделю от операции. Мы видим значительное увеличение силы мышц левой руки до 3 баллов, но операция сила мышц составляла 1 балл. Также сила мышц в левой ноге увеличилась с 0 баллов до 2 баллов. При этом отмечалась гипостезия левых конечностей. Но не было выявлено слабости в мимических мышцах, которая была до операции. Таким образом, несмотря на возраст пациентки, проведенная тромбоэкстракция имела положительный эффект и не имела осложнений. Второй клинический случай успешной тромбоэкстракции следующий. Пациентка 71 год страдала от брадисистолии, фоксизмальной формы фибрилляции предсердия и гипертонической болезни. За 4 года и за 1 год до поступления у пациентки были ишемические инсульты в последний правый, простите, левый, среднем сгой артерии. При первом инсульте у пациентки отмечалась эфирентная моторная афазия, бульбарная дезартрия, дисфагия и легкий правосторонний гемопарез. При втором инсульте у пациентки отмечалось только нарушение речи. Причиной настоящего поступления стало резкое ухудшение состояния с эпизодом потери сознания, без судорог, уринации и без прикусы языка. После выхода из данного состояния отмечалось оглушение. Артериальное давление составляло 160 на 95 мм в рт. ст. При неврологическом осмотре отмечалось сужение левой глазной щели, порез взора вверх, девиация языка влево при высовывании. Дезартрия, дисфагия. Сила мышц в конечностях правых и левых составляла 4 балла. При проведении пальца носовой пробы отмечалось двустороннее мимо попадания. Также были выявлены гипостезия правой половины лица, гиперэстезия правой руки. На данном видеофрагменте пациентку попросили поднять руки и удержать их в этом положении. Мы видим проявление пореза. В пациентке были проведены КТ головного мозга, КТ ангиографии и КТ перфузия. На слайде представлен результат КТ головного мозга. В проекции базальных ядер с обеих сторон визуализируются очаги и участки пониженной плотности, близкой к ликворной. Весь четких контуров и границ. Перевитрикулярно больше слева определяется снижение плотности белого вещества головного мозга. Также отмечается слабо выраженное снижение плотности, преимущественно белого вещества, на уровне правой темно-височной области. Боковые и желудочковые системы асимметричны, левые несколько шире. Наружность в барахноидальное пространство и борозды на уровне обеих гемисфер головного мозга расширены. На данном слайде представлен результат КТ ангиографии. Под буквой А ветви дуги аорты, под буквой Б велизия в круг. На снимке А видно, что правая внутренняя среднемозговая артерия окклюзирована на уровне устья. На снимке Б мы видим, что правая заднемозговая артерия от уровня сегмента П2 не контрастируется. На данном слайде представлен результат КТ перфузии головного мозга. На нижней таблице приведены средние показатели перфузии на уровне базальных ядер. Отмечается асимметрия показателей за счет снижения объема и скорости кровотока показателей в чок и емко, а также увеличение времени прохождения крови в правой гемисфере, показатели СПП. При измерении показателей перфузии зона пенумбры преобладает над зоной инфаркта. В основании данных исследований определялась катекартина ОИН-МК в острейшей стадии по ишемическому типу в правой гемисфере большого мозга, в основе правой задней мозговой артерии. Также были обнаружены последствия предыдущих нарушений мозгового кровообращения в виде очагов и участков пониженной плотности в обеих гемисферах головного мозга. Также была выявлена окклюзия правой внутренней сонной артерии. Учитывая риск нарастания неврологического дефицита, данных об окклюзии правой задней мозговой артерии от уровня сегмента P2, преобладании зоны пенумбры над зоной некроза, пациентке было показано проведение тромбоэкстракции по жизненным показаниям. Сначала пациентке проводилась селективная ангиография, и результат представлен на двух снимках в левом верхнем углу. Была выявлена острая окклюзия сегмента P1 правой задней мозговой артерии. Красным крестиком мазачное место окклюзии, пунктирные линии определяют область ветвей задней мозговой артерии. Затем пациентке проводилась эндоваскулярная тромбектомия. Сначала была выполнена механическая реканализация окклюзии P1 сегмента правой задней мозговой артерии. Затем была произведена прямая аспирация тромба через катетер дистального доступа. При промежуточной ангиографии, результат которой представлен на двух снимках в нижнем левом углу слайда, отмечалась реканализация максимального сегмента задней мозговой артерии и признаки дистальной окклюзии двух ветвей задней мозговой артерии. Опять же, красными крестиками обозначены места окклюзии, красные линии – место установленного кровотока. Была выполнена механическая реканализация окклюзии ветвей задней мозговой артерии проводником, и также проводилась вакуумная аспирация. При контрольной ангиографии снимок, который представлен справа, отмечалось практически полное восстановление кровотока по задней мозговой артерии без признаков экстравазации. Красным крестиком обозначено место окклюзии, красными линиями – место установленного кровотока и пунктирной линии – это область ветвей задней мозговой артерии. На следующий день после тромбоэктомии при неврологическом осмотре у пациентки наблюдалась положительная динамика в виде симметрии глазных щелей, то есть до этого было сужение левой глазной щели, теперь же ее размер был нормальным. Также отмечался полный объем движения глазных яблок, то есть сейчас пара из зора вверх. Язык располагался по средней линии при высовывании, сила в правой ноге увеличилась до 5 баллов, на следующий день сила в правой руке увеличилась до 5 баллов, отсутствовали чувствительные нарушения и отсутствовало мимо попадания при пальце носовой пробе. Все это говорит о значительной положительной динамике. На данном видеофрагменте мы видим значительное улучшение в силе мышц рук после операции. В дальнейшем при проведении КТ головного мозга отмечалось появление осложнений в виде небольшого очага геморрагической плотности до 5 мм на уровне базальных ядер справа. Таким образом, несмотря на возраст, тромбоктомия имела у данной пациентки положительный эффект, но имелось небольшое осложнение. В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на развитие новых способов терапии пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, все используемые меры направлены на профилактику возможных осложнений, а не на излечение пациентов, так как реперфузионная терапия спасает клетки в зоне пенумбра, но не может оживить погибшие нейроны в зоне инфаркта. Поэтому наибольшая результативность может быть достигнута лишь при проведении профилактических мер до возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. Благодарю вас за внимание!